Месту старта на лед реки Четинка, что в микрорайоне Солнечный, участники заезда начали приезжать с самого утра. Мороз в воскресенье ударил за 40, но даже несмотря на погоду, настроение у всех приподнятое. Здесь главная не победа, а участие. Задача номер один – не прийти к финишу первым, а просто преодолеть 17-километровый маршрут. Каюров, а именно так называют погонщиков, собралось 9 четвероногих бегунов, вдвое больше. Породы здесь самые разные, есть ездовые хаски, есть обычные дворняги. Екатерина, хозяйка Теслы и Персея, говорит, порода, конечно, важна, но самое главное – тренировки. Очень сильно, очень вносливая, потому что сколько бы мы ни тренировались, они очень редко устают. Даже если мы приедем километров 10, они все равно будут играться потом. Раньше, может быть, еще в начале спали, а сейчас нет. Это бесполезно. Я не знаю, что у них там, какая батарейка. А вот и другие участники – Юлия и Тайсон. Несмотря на размер и слегка угрожающий вид, Тайсон комфортно чувствует себя в довольно милых носочках. По словам хозяйки, они нужны, чтобы лед не забивался между подушечками лап. В паре с ним в упряжке идет хаски Ванда. Взаимоотношения у них теплые, но каждый норовит доказать другому, что главный в упряжке – именно он. Хаски – это наше настроение, а Тайсон – наша сила. Они не ругаются между собой-то? Бывает. От накала в трассе, когда вот тортуем, они могут помидеться силой, пытаясь руку, как то есть. И главный в упряжке. А в работе они уже идут спокойненько, рядышком, ноздря в ноздрю, как говорится. Вот так, ноздря в ноздрю, собаки и тянули повозки к финишу, где абсолютно всех ждали заслуженные награды и горячий чай, который в этот холодный день радовал, пожалуй, больше всего. Мария Машанова, Полина Харченко, Евгений Погорелый, ЗАПТ-ТВ.